Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 января, суббота по Богоявлению. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Матфея, глава 4 стихи с 1 по 11. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Во время Оно возведен быст Иисус духом в пустыню, «Искуситесь от дьявола!» И постився дни четыридесять, и ночи четыридесять, последив залка. И приступаль к нему искуситель рече, «Ощи сын, если Божий, рцы да камень, если и хлебы будут». Он же, отвечав рече, писано есть, «Не о хлебе едином же будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем из-за уст Божиих». Тогда поят его дьявол во святые грады, и постави его на крылья церковнем, и глаголу ему, «Ощи сын, если Божий, верзися низу, писано бы есть, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя, и на руках возбуд тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою». Рече же ему, Иисус, паки писано есть, «Не искусишь и Господа Бога твоего». Паки, поятый год дьявол на гору высоко взяло, и показай ему все царствие мира и славу их. И глаголы ему, «Сия вся тебе дам, а щепат поклонишимися». Тогда глаголы ему, Иисус, «Иди за мною, сатано, писано бы есть, Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужиши». Тогда остави его, дьявол, и все ангели приступиша, и служа ху ему. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. После крещения Спаситель ведется духом в пустыню. Между Центральным Плоскогорьем, Южной Палестины и Мертвым морем простирается мертвая, безнадежная пустыня, называвшаяся Ешимон, то есть опустошение. Именно туда возведен был Иисус Христос для искушения от дьявола. Но прежде чем мы приступим, дорогие братья и сестры, к изучению отрывка об искушении Христа, необходимо понять значение слова «искушать». В греческом это «пиразо». В русском оно употребляется прежде всего в смысле «соблазнить кого-нибудь на злые деяния», «совратить ко греху». Но это «пиразо» у греков имеет совершенно иной оттенок в своем значении. Оно скорее значит «испытать». Хороший пример о искушении как испытании мы читаем в 22 главе книги «Бытия», где речь идет о жертвоприношении Авраамом своего единственного сына Исаака. Бог искушал Авраама, испытывая его верность, точно так же, как металл, прежде чем употребить его в дело, испытывается при напряжениях, намного превышающих степень, которую ему когда-либо придется выдержать. И когда мы говорим об искушении Иисуса Христа в пустыне, мы должны понимать под этим испытание, которому подвергает себя наш Спаситель прежде своего общественного служения, испытание своей человеческой природы, подавая, как всегда, и нам добрый пример, как на это указывает Ефимий Зигабен. Иисус передается после крещения Духу Святому и ведется им, куда повелит, и подводится в пустыню на борьбу с дьяволом. И ты после крещения не будь уже сам руководителем себя самого, наводись лучше духом и не смущайся, подпадая после крещения испытанием, для того ты и вооружен, чтобы сражаться. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Первое искушение состояло в том, чтобы обратить камень в хлеб. Искуситель как бы говорил, «Хочешь, чтобы люди последовали за тобой? Сотвори чудо, дай им материальное благо». Но Господь ответил на это цитатой из книги «Второзаконие», которая, другими словами, значит, «человек никогда не будет довольствоваться только одними материальными благами». В описании второго искушения мы находим Иисуса Христа, стоящим на крыле храма, где сходится притвор Соломонов и царский притвор. Это было искушение поразить людей чем-то необычным. Но Спаситель ответил словами из книги «Второзаконие» «Не искушай Господа Бога твоего». Ведь Бог не фокусник и не стремится к сиюминутной сенсации. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Это искушение компромиссом. Дьявол как бы намекал «Люди в моих руках, давай заключим сделку, сделай небольшую уступку злу, и люди пойдут за тобой». Ответ Господа свелся к следующему «В битве со злом не может быть компромиссов, ибо сказано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Данное евангельское событие, дорогие братья и сестры, показывает нам то, что искушения всегда соразмерны внутренней силе человека. Нас не одолевает искушение, например, обращать камни в хлеб по простой причине, что мы не способны это делать. Но любое искушение побеждается по примеру Спасителя, силой воли, уединенной молитвой и постом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, принеси, Господи!